Спустя 72 года жители Краевой столицы, в том числе и участники тех далеких событий, пришли в Чистяковскую рощу к мемориалу жертвам фашизма, чтобы почтить память погибших. В церемонии приняли участие губернатор Кубани Александр Ткачев, председатель Законодательного собрания Владимир Бикетов и мэр Владимир Явланов. Вместе с ветеранами они возложили цветы и венки к мемориалу. Также почтить память погибших пришли студенты, представители власти, политических партий, депутаты и жители Краевой столицы. Всего более трех с половиной тысяч человек. Для нас очень великий, счастливый день, огромный праздник и, конечно, день большой боли. Мы все понимаем, что такое война, разделяем все тревоги, которые есть сегодня у наших ветеранов, в общем-то у жителей нашей пятимиллионной Кубани. У нас под боком идет война на Украине, на Юго-Востоке, Донбасс. И, конечно, задача все сделать, чтобы на Кубани и в стране был мир. Мы, как никто другой, понимаем и чувствуем это, потому что этот жар войны, он доносится до нас. Это слишком близко. Это происходит совсем у наших границ, России и Кубани. И поэтому мы сегодня здесь вместе с ветеранами, для того, чтобы еще раз вспомнить, какой ценой нам досталась эта победа. И сделать все, чтобы такого никогда не повторилось. У нас впереди 70-летие Великой Отечественной войны, нашей победы. Наше население на инитинском уровне помнит победителей, помнит своих предков. Но об этом тоже надо напоминать. Напоминать не только тем, кто сюда пришел, но и напоминать тем, кто будет смотреть за этим действием по телевидению. Мы помним, мы чтим, мы любим тех, кто победил фашизм, кто сделал свободу. А после торжественной части глава региона пообщался с теми, кто завоевал эту свободу. Александр Ткачев поблагодарил ветеранов за их подвиг и героизм, проявленный в боях. И напомнил, сколько испытаний выпало на долю краснодарцев. В честь погибших под звуки гимнов России и Кубани прозвучали оружейные залпы. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.